книга открытым оком том 12 вопрос 2749 тема суды были ли какие-то экспертизы по суду с отступниками из вашей общины отвечает игнатий тихонович лапкин с экспертами дело всегда терпит затруднения потому что нужно платить экспертам большие деньги я обратился к знакомому знатоку лингвистики и он написал отзыв кавычки открываются анализ части обращения ответчиков к членам крестовозвиженской общины города барнаула касающийся деятельности игнатия тихоновича лапкина как миссионера и староста и старости вышеназванной общины вышеназванные авторы обращения в распространяемом тексте в частности заявляют следующее кавычки открываются настоящее время в общине православное учение понимается через призму толкования лапкина и ты часто неподтвержденным а иногда противоречащим святоотеческим учением община все более превращается в секту под личиной православия с абсолютным авторитетом лидера и с абсолютным подавлением любого инакомыслия кавычки закрыты если рассматривать данную выдержку в контексте всего обращения то напрашивается вывод о том что авторы не столько разоблачают лапкина и ты и ты сколько обвиняют в еретичестве московскую патриархию они ставят в вину лапкину его признание патриархии истинной церковью смотри пункты 1 2 3 как будто она не является таковой в россии то есть вместо того чтобы добиваться единения и российских и зарубежных христиан авторы становятся на путь раскола и стараются вовлечь в эту смуту и членов крестовозвиженской общины соответственен и метод их действий тайны из-под тишка вместо того чтобы выступить в открытый вступить в открытый братский диалог с тем же лапкиным игнатием тихонычем в присутствии членов общины авторы распространяют свое обращение тайна сознательная сия семена раздора обращает на себя внимание и фраза что в общине православное учение понимается через призму толкования лапкина и ты которую авторы определяют как неподтвержденное противоречащие святоотеческому учению во первых вынося данный приговор они берут на себя функцию вышестоящих церковных органов задача которых отслеживать и давать оценку тому что происходит в церковной деятельности и священников и миссионеров и так далее если бы лапкин и ты действительно впал в веритичество не появился бы документ 1991 года подписанный митрополитом виталием 1 иерархом русской православной зарубежной церкви закрепляющий письменно благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность игнатия тихоновича лапкина не появился бы и второй документ от декабря 2004 года управляющего ишимско-сибирской епархии епископа евтихия свидетельствующий о том что лапкин и гнатий тихонович действительно является старостой крестовоздвиженского прихода города барнаула данные документы доказывают что никакой ереси в деяниях лапкина нет и никакой призмы толкования как заявляют авторы обращения природе не существует тем более не существует превращение общины в секту под личиной православия если говорить об абсолютном авторитете лидера то есть лапкина и и ты в общине то это факт положительный так как мало кто из лидеров заработал себе такой авторитет и тут же авторы заявляют что в общине староста абсолютно подавляет любое инакомыслие то есть одно утверждение об авторитете абсолютно правой противоречит другому о подавлении обратимся к словарю русского языка с а ожигово в котором дается следующее определение понятию авторитет первое общепризнанное значение влияние второе лицо пользующееся влиянием признанием смысл слова подавления заключается в подавлении подчинение себе тогда как быть со значением первого понятия заключающим в себе факт общепризнанного влияния теперь рассмотрим в контексте отрывка смысл употребления слова инакомыслия если правильность действий и ты лапкина подтверждены двумя выше приведенными документами подписанными митрополитом и епископом церкви и общим признанием членов общины то очевидно что авторы говоря об инакомыслии или имеют ввиду только себя и никого более и далее если староста проповедует мысли не противоречащие учению церкви а авторы обращения инакомыслит то напрашивается вывод что не лапкин еретик а еретиками являются и с и и же с ними с какой целью написано и распространено обращение защищают ли авторы чистоту веры или преследует свои эгоистические цели если это защита то почему они действуют тайно за спиной старости подрывая его авторитет обвиняя в ереси вербуя сторонников в тайных беседах не учитывая мнение вышестоящих отцов церкви не вступая в открытую полемику с лапкиным проповедником ответ на эти многочисленные вопросы 1 авторы используя недозволенные приемы сами ушли от веры и скорее всего пытаются таким путем усилить свое влияние на членов общины и выдвинуться на первые роли конечно сложившийся ситуации игнать тихонич лапкин составлен в него поставлен в невыгодную позицию защищающим защищающегося хотя кается ему по сути дела не в чем ибо он создал общину он сплотил людей вокруг себя он дал людям великую цель в этой беспросветной полукоммунистической стране но люди есть люди и даже среди апостолов нашелся тринадцатый что же говорить о простых смертных для общины потеря братьев и сестер во христе тяжелый удар но старостой движет не обида не желание мести движет им желание того чтобы отошедшие поняли свою ошибку и вернулись в волон от церкви совершив обряд покаяния именно поэтому он предлагает автором обращения даже текст этого покаяния чтобы облегчить им путь назад и это по-христиански благородно 9 апреля 2005 года член корреспондент академии безопасности правопорядка и местного самоуправления почетный работник общего образования рф учителя русского языка и литературы высшей категории учитель методист дипломант международной ярмарки уч с и уч сип 2005 в номинации лучшее учебное пособие фамилия внесена в 2004 году в энциклопедию рф лучшие люди россии директор школы номер 68 в я торшин кавычки закрыты премудрость соломона 6 глава 3 стих от господа дана вам держава и сила от вышнего который исследует ваши дела и испытает намерение книга притчи 18 глава 18 стих 1 в тяжбе своей прав но приходит соперник его и исследует его пророки к современникам взывали о волки лютые о изверги щадья детеныши эхидны с ядовитым жалом смерть настигает вас совместно с адом проклятие всем вам бог не спасывает неистощимый гнев за отступление от заповедей божьих полыхает пламя в утробах ваших злое поколение пророком арты пытались засмолить их гнари побивали истребляли они же в памяти и в тысячах молитв за современников гноивших им по ямам что изменилось с древности седой какая честь от власти и священства тому кто жертвует имением и собой за обличение готов терпеть бесчестье какая честь достоинство у тех кто зверствует придерзостно и хамски чья жизнь презренная для дьявольских потех кто злобствует и молится напрасно неприкасаемым себя считает волк змея обиженная в кольца и скрутилась они в мирском находят пользу толк в поземном царстве тлена и рептилии какую бы главу не приоткрыл она глаголит с древних колоколин за тысячелетия не исчерпал не истрепала крыл гниение щедро присыпает солью я не хвалюсь содружество был взят стихами незабвенными пророков дал обещание сдержу не оглянусь назад не с выгодой не даже не на роком мне ненавистны также как и им измена себя любя и подлость христу день-ночь слагаю новый гимн кровавым а потом до без дописать бы повесть 11 апреля 2005 года игнатий лапкин я 1 я 1 я я 3 я